Асессорша, вдова, оставшись с малолетним сыном Игнатием при хороших средствах, все внимание на воспитание его обратила, сохраняя его от простуды и болезней, а также и от всяких бесед и слов несовместных, от которых ум детский растлевается и узнает о пороках. С той целью к ней в дом никто, ни один мужчина, кроме разносчика и булочника, не входил, да еще был вхож каждое первое число месяца для молебной назидания ее духовник, отец Павел. Этот был роста высокого, острого понимания и в разговорах нередко шутлив. Он в обстоятельства сей своей почитательницы вникал, и, оставаясь у нее после молебнов на чае и на закуске, скромность и бережливость Асессорши постоянно похвалял, но не одобрял, что она так Игнату, заперти, при себе и при одних домашних прислужницах держит. До того, что он ничего мужескому полу сродного в характере не имеет, стал подобен как бы девчонке, или, лучше сказать, ни к тем, ни к всем не относится. А Игнатий тогда шел уже шестнадцатый год, и он еще нигде не учился. Асессорша же, во всем отца Павла признавая, на этот счет его полезных советов не слушала, и против его разных доказательств приводила примеры из своей прошлой жизни. Игнатий, наичаще она вспоминала, что, состояв браки с Асессором, многое от него перенесла, ибо он имел такое обыкновение, что, если с каким-либо просителем запирует, то несколько дней домой не возвращался, а удалялся по разным местам, пел, играл и под органную музыку разные танцевальные па представлял. Это танцевание Асессорше столько в жизни огорчения сделало, и было понятно, что она опасалась, как бы и сын ее по стопам родителя своего не последовал. Отец же, Павел, имея здравое осуждение, говорил, «Сударыня, никакого плода дальше его лет не убережешь, а если убережешь, то выкинешь». И указывал ей, что может быть такой слепой случай, когда вдруг юноше нечто необычайное в жизни откроется, и тогда он хуже не узнает, как себя повести, и еще более пострадать сможет. Но недоумевшая Асессорша стояла на своем, и отцу Павлу не верила. Так благополучно сберегла Игнашу до двадцати лет и приучала его к хозяйству, водя с собой всегда по саду и по амбарам, дабы он один ни минуты не оставался. А между тем, случай, которого она не допускала, подкрался в самой неожиданности и очень скоро сам обнаружился. У Асессорши был брат, отставной бригадир и предводитель, с которым она редко видалась, потому что он жил за двести верст в своем имении слишком на кавалерскую ногу и приезда родственниц видеть не хотел. Присылал им дважды в год праздничные подарки, холста и материй по выбору проживавших у него посторонних вольнодомок. Но, как всегда на свете бывает всему конец, то и бригадиру на семьдесят третьем году жизни пришел черед умирать. И он в преддверии смерти вспомнил, что у него есть сестра Асессорша, и прислал к ней нарочного сказать, что, мол, вот он умирает, желает с ней и с племянником попрощаться. Случай же, о возможности которого Асессорше не раз намекал отец Павел, был на стороже и устроил так, что перед этим самым временем она, перевешивая по лодке на жердях сверху амбара, оступилась и упала с лезницы, столь сильно повихнув себе ногу, что лежала в постели, и не могла подвинуться. А потому ехать к умирающему брату тем более не могла, ни под каким видом. Между же тем, она была домовита и вещелюбива, и знала, что у брата, кроме недвижимого имения, коему уповало быть в своей доле наследницей, были еще многие драгоценности. Часы, табакерки с портретами, камни, осыпанные и даренные ему за храбрость из кабинета. И ассессорша опасалась, что он те вещи мог по своей слабости раздарить кому-либо из окружающих его женских угодниц всей его свободной жизни, которые к нему сейчас приласкались. Или же они, в случае, если брат умрет до ее приезда, сами по алчности своей могут все это расхитить, а после сказать, мол, ничего не было, или что он нам подарил. В таком размышлении она провела всю ночь без сна, со стесненным сердцем, а к утру решилась послать к умирающему Игната, с проживавшей у нее верной вдовой Капральшую, чтобы он ехал и пожил у дяди до самой его кончины, и как можно прилежнее к нему ласкался. Утром же велела скоро приготовить бричку, а Игнаши с Капральшей собираться, и вместе с тем послала просить отца Павла, чтобы прямо от обедни пожаловал отслужить в путешествующему молебен и благословить Игнатия на дорогу. Отец Павел прибыл на приглашение ассессорши, и молебен в ее комнате отпел, так что и она в постели могла молиться. А когда затем здесь же на столе подали для отъезжающего на завтрак телячью печенку в сметане, да еще пирожки, то отец Павел, кушая с Игнатием, делал ему по материнской просьбе внушение, как там себя вести у дядюшки. «Не будь, — говорил, — как дитя, на всякий шаг материнского научения не ожидай, ибо ее с тобой не будет, а сам своим умом для себя полезное руководствуй. Дядю ласкай, понятно, руку ему целуй, одеяло поправляй, лекарства по часам лей и в ложечки подноси. А вещей хороших и драгоценных смотри повсюду, где они есть, их очень хвали и одобряй, чтобы он понимал, как они тебе нравятся. И про которую тебе вещь он скажет, это тебе, ты сейчас ему руку целуй, а вишь к себе уноси, запирай от слуг и в вольнодомок. А мало спустя, как он опять в памяти покажется, ты прославляй его заслуги и храбрость, за которые он драгоценности получал в дар, и опять те вещи на вид ставь и хвали, пока скажет, ну, бери тогда себе это тоже. И так ласковым обхождением до самой его кончины обходись. А когда один останешься, то на других говори, чтобы он другим не доверял. Если же один быть не можешь, то встань, будто подушки поправить, и прошепчи. Так можешь все получить, и даже и с остатком на мою долю, если совет мой оценить пожелаешь. И, преподав ему нравоучение, Игната благословил, и тот с Капральшей поехал. Но Игнат Капральшу, выехав за городскую заставу, из Брички высадил, прислал назад. Сам понадеялся на себя. Поехал один. После же кончины дяди он возвратился назад совсем благополучно и с довольными дарами в вещах и в части имения. Но на две причины жаловался. Первое, что покойный дядя его до нежной к себе ласковости ни разу не допускал и лекарств из его рук не пил. А второе, что мать заметила, как он теперь слабо спит. В постели мечется и во сне губами смокчет. И второй этой причины он матери не открывал. Отчего это ему сделалось? А сестерша, с которой сын прежде был во всем откровенный, не раз даже со слезами просила его открыть. Отчего ему стал такой беспокойный сон? Но он что-то невнятное бормотал, смоктал, ничего не открывал. Матери вздумалось, что не пристало ли это к нему, что от покойника? Или не стало ли со страха, что смертный случай видел? Или от досады, что грубый человек не мог, умирая, ласки его оценить? И тогда, по всегдашней вере своей в отца Павла, а сессерша, и в этом случае призвала его к молебну, и потом за закуской открыла, что вот, мол, так и так с Игнашием, после езды его в одиночестве к дяде с ним большая перемена. День не весел, вечер задумчив, а ночью с вечера долго не спит, и в постели вертится и губами чмокая. Знаю, говорила асессерша, что нынче даже и духовные волшебствам уж стали не верить, однако ж волшебница самого Самуила из гроба вызвала, и Саулу тень пророка показывала, да и в книгах церковных недаром есть молитвы от злого очарования и на отогнание, а потому так или так, говорит, вас прошу, даже уже своими руками вам из своего марселинового платья новый подрязник сюрпризом сшила, прошу вас, возьмите вы Игнату в свои руки, выведайте от него всю истину и помогите. Отец Павел сказал хорошо, и приняв в одну руку завернутый в бумагу марселиновый подрязник, другой рукой взял за руку Борчука Игнату и пошел с ним в сад, как бы для осмотра нынешнего года урожая вишен. И тут, остановясь под одним сильно рясным деревом, стал указывать, как много воробьи и ягод портят, и от этого вдруг со вздохом перешел к иной порче, как нравы повреждаются. Налетит сверху, не знать откуда, словно птаха, и клюет доброе насаждение. Так, может быть, что-нибудь и с тобой сделано, спрашивает? Игнаша растрогался и от неожиданности только вопроса смутился. «Точно, — говорит Игнат, — отец Павел, было со мной плохое дело. Может быть, и теперь что-нибудь осталось, и я за этот грех мой страдаю». А отец Павел покачал головой и говорит, «Сделаем-ка вот что. Нарви-ка ты мне поскорее хороший лопушный лист вишен, которые поспелее, и особенно воробьинных оклевушков, они всего слаще, и сюда подай». Игнат мигом все исполнил, нарвал лучших вишен и оклевухов, подал их отцу Павлу на большом лопухе, как на дорогом блюде. Отец же Павел в траву под яблонью сел, рясу распахнул, лопух с ягодами в колени поместил и говорит, «Ну вот, друг мой, Игнать Иванович, хорошо, теперь, как мы здесь только двое, ты да я, больше никого нет, над нами Бог всемогущий, от Него же есть ничто неявленное или утайно, то будем же мы с тобой как в раю откровенно разговаривать, и ты открой мне как на духу, что такое с тобой встретилось, и о чем ты столь сокрушаешься, что даже мать твою сокрушаешь, ибо она видит, как ты во дни не весел, а ночами беспокойно спишь и губами чмокаешь. Я буду в траве сидеть, твоего срывания вишни есть, а ты мне свои тайности обнаруживай, так тебе станет легче». Игнаша отвечает, «Да я и сам, батюшка, этого очень желаю, только не хочу, чтобы маменька об этом узнала». «Она никогда не узнает», говорит отец Павел, «я тебе в том мое слово даю». А ерейскому слову сам закон без присяги верит. Я уж тебе вперед сказал, что речь твою я принимаю как исповедь, а что на исповеди сказано, то нам открывать никому не дозволено, кроме политического начальства, конечно. «Ну, если так, что маменька знать не будет», говорит Игнат, «я вам грех свой открою». «Открывай», кивнул отец Павел. «Ну, ездил я к дяденьке», начал Игнат, «чтобы ему перед смертью приласкаться и получить вещей с наследством». «Ну, что ж такое», говорит отец Павел, «это же долг родственности твой был, в этом нет никакого греха». «Даст», продолжил Игнат, «вещей я получил немного, а наследство сто душ с усадьбой». «Да ну», удивился отец Павел, «что ж ты останавливаешься, получил сто душ с усадьбой, это не худо, тут никакого греха я тоже не вижу, мне бы дали, я и сам бы получить такое наследство, готов был». «Вам нельзя», говорит Игнат, «духовные люди, крестьян у себя в крепости держать не могут, только одни дворяне». «Но это ничего не значит», возразил отец Павел, «я бы крестьян в шесть месяцев какому-нибудь дворянину за дешевую цену на переселение в безлюдной степи продавал, а в усадьбе жил бы сам». «Во всем этом греха нет, но вот я уж скоро все вишни поем, а ты мне еще одни давно мне известные пустяки говоришь, а про грех-то почему утаиваешь?» Тогда Игнатий, видя, что надо уже сделать окончание речи, сказал, что видел он у дяди большое стеснение от привитавших у него дам, которые были у него чужие из постоянных гостей. Но бригадир их к себе приближал более всех, даже больше, чем своих родственников, и из их рук лекарства принимал, их одних сидеть близко к постели пускал, а Игната отдалял и даже над ним шутил. При тех же дамах были и другие их родственницы, молодые и старые, и к одной приехала из Москвы молодая акушерница или бабка голландка, нрава веселого, смешливая, круглолицая, с бровью и с косым пробором на голове, совершенно как будто красивый мальчик. Эта молодая бабка голландка при больном скучать не любила, все отбегала в сад и Игнашу с собой туда звала. Там заставляла его себя на качелях качать, горячий уголек ей на трубке для закуривания сдувать. Когда же бригадир умер и Игната домой поехал, то на второй станции ему лошадей не дали, потому что большой разгон был, и он должен был на той станции заночевать. Но едва он заснул в первый сон, как послышался шум, и в ту комнату, где он спал, кроме которой другой не было, вошла та же самая бабка голландка, которая молодая акушерка, и тоже домой ехала, из-за незадачи ей лошадей тоже здесь до утра должна была остановиться. Тогда она, сняв с себя мантон и верхнее платье, легла спать на другом диване в одном белом лифе или нет. Игнатий же от нее оборотился скорее к стене и усиленно сдремался во второй сон очень недолго, потом опять к ней тихо оборотился, чтобы видеть, спит она или нет. Но молодая акушерка не спала, а глядела на него, смеясь и поцелуя ему губами поцелая. Он же тогда скорее опять заворотился к стене и усиленно искал, что бы такое сделать, чтобы скорее заснуть в третий сон, но никак не мог этого сделать, ибо слышал, как она, посмеиваясь, губами вроде поцелуев чмокла до самого утра. А когда утром он проснулся, чтобы ехать дальше, то ее уже не было, а он и так же, как она, губами чмокал и доселе с той привычкой остался. Прослушав такой сказ, отец Павел спросил, не было ли ему все это видено во сне. Но Игнатий выражал свое твердое уверение, что все, что с ним было, то наяву. Тогда отец Павел, докушав последней вишни, стряхнул с лопуха приставшие к нему некоторые выплюнутые косточки, а лопух положил Игнатию на голову и, прихлопнув по нем ладонью, сказал, «Похваляю тебя, ты молодчина, и в этот раз вышел чистый безгрешен. Теперь держи этот лист покрепче на голове и походи с ним, погуляй тут по саду, пока из тебя выйдут последние помышления. Я тем временем вернусь к твоей матери, тайны твоей не открою, просто успокою, скажу, как тебя и от всего избавить, чтоб ты по-прежнему спал крепко в первый сон, как во второй и в третий». И, пустив Игнашу ходить под лопухом по аллее, отец Павел пришел ко сесарше и говорит, «Ничтожа вам и сыну вашему, которого вы при себе воспитали. Я его совесть испытал, никакой вины в нем не нашел». Сесарша перекрестилась, хотела любопытствовать, но отец Павел ей всего открывать не стал. Я, это Игнатью обещал, да и по службе не могу, потому что открытое нам по тайности навсегда ото всех в тайне должно оставаться, кроме разве как перед одним политическим начальством. Но помочь я вам для успокоения ваших материнских чувств могу и дам полезный совет». Асесарша говорит, «Сделайте милость, батюшка, я вам к покрову Богородицы гарусный пояс цветами вышью». «Хорошо», говорит отец Павел, «Только вы слушайте и все точно встаньте вы тогда сами рано утром на заре, когда роса еще на травах не высохла». «Встану», говорит, «Встану, отец Павел, даже до зари встану». «Возьмите с собой новый серп, такой, которым еще никто не жал». «Есть у меня в кладовой, говорит, такой серп, даже два новые». «Выйдите с серпом одна в сад, оглядите такую яблоньку, которая кудрями, чтобы на ней были плоды румяные». «Есть у меня такая яблонька? Есть». «Вот нажните вы своими материнскими чистыми руками вокруг нее травы, высушите из нее на солнце пуд сена. Все сделаю, как говорите». «А Игнатий пусть этот пуд сена съест». «Как же это так?» удивилась ассессорша. «Разве говорит он у меня конь?» Отец Павел отвечал. «Конь-то он у тебя действительно не конь, но осел преизрядный».